Сегодня утром у нас в гостях консультант отдела учета и консолидированной отчетности по исполнению бюджета Министерства финансов Корчево-Черкесской Республики, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры финансы и кредит СКГТА, ну и наконец победитель конкурса нотации в направлении экономика Фатима Айбазова. Фатима, доброе утро. Доброе утро. И, конечно же, изначально хотелось бы вас поздравить, что вы победили в одном из этапов. И очень интересно, что же это за такой конкурс был. Расскажите нам, пожалуйста. Спасибо большое за приглашение. Конкурс был такой. Вообще существует Российское общество знания. Оно представлено в Москве, но действует в 85 субъектах нашей страны, в том числе и в Карачаево-Черкесской Республике. История этого общества началась ещё давно, в 1846 году, когда создалось Всероссийское общество. Туда входила российская интеллигенция, учёные, искусствоведы и так далее. И оно со временем преображалось, преображалось. И уже в 1947 году был официальный съезд этого общества. Но время меняется, и это общество перестало соответствовать тем канонам, которые есть сейчас. И уже в 2015 году по указу президента Российской Федерации было создано это просветительское общество. Это просветительское общество 6-7 июля 2016 года тоже организовало свой первый съезд. Был выбран председатель, член Государственной Думы, член ОНФ Духанина Любовь Николаевна. И вот в этом году они объявили уже грантовый конкурс, который состоит из нескольких этапов. Но для начала они провели слёт молодых лекторов, который стартовал 31 июля в Москве и до 2 августа продолжался. Чему был посвящён слёт? Собрали молодых лекторов, и мы пытались определить место лектора в просвещении. Что мы выявили? Мы выявили то, что существуют так называемые стейкхолдеры. Они могут быть представлены и в лице государства. То есть это как бы, если моё направление экономика и новые финансы, это государство может быть представлено в лице Министерства финансов, Центробанка и других каких-то таких систем. И есть потребители, пользователи. И существует иногда между ними пропасть, так называемый разрыв. То есть существуют какие-то продукты, но население может о них не знать и не уметь ими пользоваться. Для этого нужно просвещение, чтобы заполнить этот разрыв или хотя бы провести какой-то мостик. То есть мы определили своё место в этой системе. И так как слёт был по пяти направлениям, у меня была экономика и новые финансы, мы занимались там тем, что составляли карту просветительских инициатив. То есть нас поделили не только по направлениям, ещё и потом по округам. То есть у каждого была возможность представить свой какой-то проект и защитить его перед самой взыскательной публикой, перед своими коллегами. Таким образом загорелся и наш субъект Карачаева-Черкесской республики светом знаний на этой карте. И потом нам уже по окончанию председатель предложила, чтобы мы все, кто представляли там проекты, поучаствовали в этом грантовом конкурсе. Грантовый конкурс, как я и сказала ранее, состоял из нескольких этапов. И вот так получилось, что я поучаствовала в этом конкурсе и выиграла конкурс аннотаций. Я представляла проект по финансовой грамотности населения Карачаева-Черкесской республики. Посчитала для себя, что это было бы очень актуально. И так посчитали и жюри конкурса. Великолепно, Патим, мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Это очень здорово, потому что, ты знаешь, мы вот совсем недавно по улицам города проводили опрос, что же такое цифровая экономика. И, к сожалению, ни один человек не ответил на этот вопрос. Собственно говоря, ответы были следующие. Я не экономист, я в области экономики ничего не знаю, поэтому, собственно, я и не знаю, что такое цифровая экономика. Хотя, конечно же, мы все должны знать, что и гаджеты, и все эти Сбербанк онлайны и так далее. Да, электронные деньги, это все относится к цифровой экономике. И уже буквально недавно, в первых числах августа, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев подписал уже и постановление о том, что к 2024 году мы должны будем полностью перейти на цифровую экономику. И очень жаль, что люди об этом не знают население, так как некоторые специальности окажутся уже не актуальны к этому времени. И, может быть, школьники, зная об этом, выбирали бы другие специальности. Поэтому цифровая экономика, она уже рядом с нами, нужно вливаться. Да. Фатимочка, очень интересная у тебя биография. Ты уже в столь юном возрасте, уже и кандидатскую защитила, получается, да? Ты кандидат экономических наук. То есть, получается, что экономика – это твоя жизнь. Вот тебе на самом деле это все нравится. Вот расскажи, пожалуйста, что для тебя преподавание? Преподавание – это способ донести какую-то информацию, поделиться своими знаниями, чтобы не только вот знать и чувствовать себя. Вот я знаю это, но хочется донести это и до студентов, чтобы в доступной форме донести до студентов. А экономика как-то так получилась. Ну, изначально я поступала и на бухучет, все, но когда мы писали статьи, какие-то нам выбирали, нам давалась возможность выбрать темы, мне всегда был интересен туризм, инновации в сфере туризма. И так уже зародилась тема кандидатской диссертации, которая посвящена ресурсному потенциалу в туристско-рекреационном комплексе на примере Карачаева-Черкесской республики. И как раз она получилась актуальна, так как с учетом санкций и так далее. И у меня тема была на стыке и туристско-рекреационного комплекса, и продовольственного обеспечения. В общем, вылилась в такую тему диссертация. Очень интересно. Фатим, ну вот если мы обратимся теперь уже к твоей работе в Министерстве финансов, вот расскажи, пожалуйста, что же все... Это, конечно, очень каверзный вопрос. Что же все-таки интереснее, работать, да, либо же преподавать? Ну, то есть это в любом случае и то, и то, и то работа, да? Но, то есть когда ты работаешь консультантом, консультируешь, я так полагаю, ты консультируешь и жителей республики, нет? Нет. Нет, работа моя заключается в том, что в нашем отделе учета и отчетности все министерства, управления, районы, города сдают отчеты. То есть месячные, квартальные и годовые мы их принимаем, консолидируем и уже отправляем в Министерство финансов Российской Федерации. То есть лицо субъекта на уровне представляем. И конкретно я занимаюсь учетом федеральных средств. Это на самом деле очень интересно. Да, может мы не консультируем... Да, может мы не консультируем население, но стараемся, если у муниципальных образований или других главных распорядителей бюджетных средств есть какие-то вопросы, стараемся на них ответить. Если выбирать, как вы сказали, что интереснее... Я не смогла выбрать, наверное, поэтому совмещаю то и то. Потому что в Севкаве преподаю финансовую политику, стратегию бизнеса, что тоже как бы мне близко и интересно. Там занимаюсь учетом и отчетностью. Фатимочка, собственно поэтому и получается выигрывать такие гранты. Ты молодец и мы желаем дальнейших побед. А что в это утро ты бы пожелала нашим дорогим телезрителям? Я желаю дорогим жителям Карачаева Черкесской Республики в первую очередь финансового благополучия, стабильности, всего самого доброго, светлого. Пусть вам всегда светит солнышко и не встречаются облака. Спасибо большое. А я хочу напомнить, что сегодня утром у нас в гостях была консультант отдела учета и консолидированной отчетности по исполнению бюджета Министерства финансов Карачаева Черкесской Республики, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры финансы и кредит СКГТА, победитель конкурса аннотации в направлении экономика Фатима Айбазова.